Пожар на подстанции Геологострой начался 21 час 15 минут. Практически весь Бастанвырский район, а это около 300 тысяч горожан, остался без света. Обесточенными остались микрорайоны Алмагуль, Казахфильм и Коктем. Районы квадратия улиц Дуноевского, Жарокова, Альфарабиру, Забакиева, Утепова, Тимирязева. Через 2,5 часа пожарным удалось потушить пламя. До сих пор без света остаются десятки алматинцев. Мы не можем сейчас подать напряжение по 10 кВт. По 110 можем, по 35 можем. Но дальше у нас нет условий для подачи напряжения по 10 и дальше потребителям. Сейчас вот эту 10 кВт восстанавливаем по временной схеме и через нее будет подано всем. Подстанция 6А обеспечивает электричеством несколько крупных социальных учреждений города. Без света в эту ночь остались больницы, родильные дома и школы. В единственном хосписе Алматы медработники почти 3 часа ухаживали за тяжелобольными при туслом свете фонариков. После отключения света мы уколы больным ставили при фонариках. Мы их поставили в каждой палате. Конечно, было неудобно. В последнее время подобные аварии на электростанциях города происходят нередко. За электросети отвечают не городские власти, а управляющие компании, дочерние предприятия акционерного общества Самрук Энерго, а вот та уже ракомпания АСЭ. Сегодня 50% принадлежащих им электролинии изношены. Исправив ситуацию, они обещают лишь к 2020 году. От локальных мелких повреждений никто не застрахован. Ну, в конце концов, извинитесь, но боинки тоже падают. Да, не потому что кто-то делает, но с течением обстоятельств. Остающимся без света алматинцам и городским властям представители АЖК пообещали возобновить подачу электричества до конца дня. Сейчас создана специальная комиссия, которая и выяснит, что привело к короткому замыканию на электростанции и вывело ее из строя. Айр Керемек, Альфа Рабью Кусенцов, телеканал Алматы.